Приветствую вас, справедливости ради надо сказать, что заново человеку вы доверять не сможете никак, потому что в одну реку дважды войти невозможно, вот, при всем желании сделать это нереально. Вот, поэтому не получится у вас именно заново доверять человеку, а вот доверять ему вообще, доверять ему снова, это вполне задача вам по плечу. Но только при условии, если вы будете доверять себе, только при условии, если вы сами себя доверяете, только при условии, если вы сами себя полностью принимаете, только при условии, если вы знаете, что за чувство такое у вас по типу злости, например, имеется. Вот, если вы со своими чувствами разобрались, если они не зависят от других людей, да, если вы не боитесь раскрыться, не боитесь, что человек делает вам больно, если ваше эмоциональное состояние не зависит от него, да, то в таком случае я полагаю, что вы сможете доверять человеку. Но для этого, для того, чтобы вы смогли доверять, да, нужно понять, почему ушло доверие. То есть, если, например, допустим, допустим, если товарищ вас обманул, скажем так, вот, то факт обмана здесь является, ну, ничем иным, как травмирующим фактором, и его нужно так же разбирать, рассматривать и так далее. Вот, потому что, ну, травма, она, к сожалению, очень серьезная, вам это нужно сопережить. Вот. Что касается злости, то это, на мой взгляд, очень интересная ситуация, вот, потому что, злитесь вы совершенно не просто так, а злитесь вы, потому что чувствуете себя не в безопасности, чувствуете, что у вас есть сложности, то есть, по сути, вы ведете себя сейчас, как ребенок, к сожалению. Да, то есть, это такое вот детское, детское поведение у вас. То есть, вы ожидали, что человек будет вести себя, ну, по-другому, вы ожидали, что человек будет вести себя, как-то иначе, вы ожидали, что человек один, а он оказывается другой, а вы не, и вы не готовы, не готовы, принять его, а, принять его, его вот таким, как он есть. Вот. То есть, о чем это говорит? То есть, о некой условности принятия. Вот. Ну, в первую очередь. Да? То есть, что-то я принимаю в человеке, а что-то нет, что-то я могу принять, а что-то нет. А, в свою очередь, это говорит о том, что вы и себя, возможно, а тоже воспринимаете, ну, не совсем безусловно. Безусловно. Вот. И тоже это является проблемой. Вот. Потому что, что только тот, кто безусловно принимает себя, только этот человек способен принять другого. Вот. Вот. И никак, никак не наоборот. К сожалению. Вот. Поэтому здесь, в первую очередь, доверие именно к себе. Здесь, в первую очередь, доверие именно к собственное. Вот. И уже, соответственно, потом, после этого уже можно будет о чем-то говорить. Потом можно будет уже говорить о социальной доверии. Вот. Значит, правильно также было бы отметить, что доверие невозможно без границ. То есть, без определенных границ, которые есть, например, ну, допустим, у вас. То есть, вот, как вы выстраиваете взаимодействие с другими людьми, да, как вы взаимодействуете с людьми. Вот. Так вот, в принципе, вы будете взаимодействовать и с самим собой. Поэтому личные границы – это то, что необходимо также вам рассмотреть. для того, чтобы лучше понимать, как выстраивать отношения с людьми, вот, дабы это не причиняло вам такой вот боли, какой причиня... ну, какую вы испытываете сейчас, и дабы вы не злились. Вот. Конечно, при условии, если вы действительно, если вы действительно не хотите злиться, то есть, если вы действительно хотите ситуацию как-то исправить, да, то есть, если вам, ну, не нравится, как обстоят дела и так далее. Вот. Потому что, возможно, и такая ситуация, что вы просто нашли для себя вот повод, да, то есть, разрешили себе проявлять эмоции вот таким образом, и тут уже вас вряд ли кто-то может остановить. А то, если вы решили для себя, если вам это выгодно, если по-другому вы не можете, вот, то, соответственно, пытаться не стоит. Вот. Самому, по крайней мере, это сделать. Вот. Вот так вот. Я надеюсь, надеюсь, что вы основную мою мысль уловили по поводу доверия. доверия – это всегда вопрос личных границ. Вот. Поэтому я надеюсь, что вы для себя этот вывод усвоите и, соответственно, уже будете исходить из этого. надеюсь, если нет правил, по которым вы взаимодействуете с людьми, с людьми, да, если вас нет правил, то, соответственно, и вас будет метать из стороны в сторону, то в одну сторону, то в другую, то по одной причине, то по другой, и в итоге, в итоге ничего не будет хорошего. Ну, вот. Поэтому, соответственно, вот, на это и постарайтесь обратить свое внимание. Если проблема очень сложная, да, то есть, если прям вот тяжело, вы говорите, что злитесь, вот, понимаете, что злость из себя уничтожается, то, соответственно, обратитесь к психологу, и в таком случае уже эти проблемы лучше будет разобрать именно с кем-то из специалистов, нежели чем в одиночку пытаться что-то там исправить. Ну, и понятно, что можете потерять очень хорошего человека, да, вот, который, в общем-то, может быть настроен к вам хорошо, искренне, честно, вот. Дабы этого не произошло, тоже рекомендую вам, ну, вот, в этом направлении подумать. А также я рекомендовал бы подумать о том, чего вы хотите конкретно. То есть, что вам будет, грубо говоря, нужно вообще? Что хочется? Потому что, если не знать до конца, чего вы хотите сами, вот, что вам нужно, то ситуация складывается, ну, так, что мы, по сути, играем в угадайку. То есть, пытаемся угадать ваши желания, а они могут быть какими угодно. Да, да, то есть, вы можете, хотите как забыть этого человека, вы можете хотеть, ну, чего угодно, в общем, можете хотеть вы, знаете. Вот, и дабы нам все-таки не играть в игры, а работать, то определите с тем, что вам нужно. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.